Добрый вечер, уважаемые коллеги! Добрый вечер, уважаемые коллеги! разговора и какой-то нормальной экспертизы в самых обсуждаемых вопросах, и один из этих вопросов, например, постоянно обсуждаемых у нас сейчас, так называемые нанотехнологии, которые, потому как они обсуждаемые, что обещают и так далее, уже вызвали от каких-то неологизмов, вроде нано-пруги и так далее. Вот, ну понятно, что кроме трубки вы говорите о серьезной исследовании. Кроме того, в общем, короче говоря, сегодняшний наш лектор, мы очень рады тому, что удалось заполучить в Москву Михаила Ильича Констансона, а сейчас, то есть исходно нашего коллегу-сотечника, сейчас работающего в Нидерландах, а тема лекции звучит как кванты, нано и графен, третий элемент, элемент названия тоже в последнее время звучит достаточно много в связи с скандалом вокруг таких пароизобретений Петрика. Вот, я надеюсь, что, опять-таки, об этом вопросе можно будет узнать новое, а не не псевдонобое, в отличие от того, что нужно узнать, как его испытать силы. Лекции имеют традиционные планы, после, собственно, традиционной части можно будет задавать вопросы, поступать с какой-то линией группы. Пожалуйста. Спасибо. Хорошо. Работает? Нет. Спасибо. Я очень рад тоже возможности выступить здесь, это большая честь для меня и большое удовольствие. У меня есть некоторый опыт научных выступлений и преподавательской деятельности, опыт популярных выступлений существенно меньше, но, к счастью, здесь очень удобный регламент. Длинное обсуждение, так что, если я расскажу что-то не то, что вы хотели, чтобы было рассказано или буду недостаточно понятен, я надеюсь, будет возможность в ходе дискуссии это все поправить. Значит, исходно я не собираюсь говорить о приложениях, это просто не моя специальность, я буду говорить о некоторых фундаментальных, как мне кажется, научных вопросах, связанных с темой лекции, но в последующей дискуссии, если смогу, я что-нибудь, может быть, и на более приводные вопросы отвечу. Хотя я физик-теоретик и непосредственно приложениями ни к нанотехнологиям, ни к другим каким-то технологиям не занимаюсь. Значит, исходно моя цель была рассказать широкой аудитории о современной физике и до некоторой степени выправить тот перекос, который, на мой взгляд, имеется в популярной физике. Надо сказать, что сейчас физика состоит из как минимум двух весьма различных и психологических, и, так сказать, социальных, если хотите, разделов. Условно будем их называть фундаментальная физика и физика мира вокруг нас. То есть фундаментальная физика, там главные амбиции — это попытаться по возможности понять самые глубокие физические законы, получить по возможности самый полный и самый короткий список законов природы. И многих это действительно увлекает, если говорить о реальных разделах современной физики, которые мотивированы вот этим стремлением. Это то, что раньше называлось физикой элементарных частиц, сейчас чаще используется термин физика высоких энергий, космология, квантовая теория поля. Ну и, значит, спорная вещь физика — это или не совсем физика, но, во всяком случае, очень интересная наука теория суперструн. Вот ни о чем этом я говорить не буду, ну, по двум очевидным причинам. Я не специалист, и вторая причина — об этом и так очень много говорят. И в то же время я хочу сказать, что минимум половины физики, а, видимо, больше — это физика мира вокруг нас, где речь идет не о попытках как-то изменить, углубить, заменить вот эти самые фундаментальные законы, а где, в принципе, как мы думаем, фундаментальные законы известны. И вот удивительным образом это не делает нашу жизнь легкой и тривиальной, это не делает нашу деятельность бесполезной. В общем-то, знание фундаментальных законов, ну, я не могу сказать, что оно полностью бесполезно, но оно не заменяет систематического исследования конкретных задач. Ну, и в качестве, так сказать, некой псевдофилософской декларации я привел высказывание Германа Вейля, замечательного математика XX века, который также внес большой вклад в теоретическую физику, которая полностью выражает мое отношение к науке. Значит, познание начинается, так сказать, с середины и ведет в неизведанное, как тогда, когда совершается восходящее, так и тогда, когда происходит нисходящее движение. Наша задача состоит в том, чтобы постепенно рассеивать тьму в обоих направлениях, а абсолютный фундамент, этот огромный слон, несущий на своей могучей спине башню истины, он существует разве что в сказках. В конечном счете, наука мотивирована нормальным естественным любопытством по поводу вещей, которые происходят вокруг нас в повседневной жизни, то есть некими явлениями, фактами, как угодно, я не гонюсь за философской точностью, с чем-то, что задано нам более или менее непосредственно. Ну и дальше мы действительно двигаемся в обе стороны, то есть мы пытаемся конструировать и изучать все более и более сложные системы, в том числе и те системы, которые сконструированы искусственно, речь идет о всей приложении науки в технологии, ну и мы пытаемся углубиться все дальше и дальше в основы. И здесь это зависит, конечно, от человека, кому что привлекательно. Я лично чувствую себя не очень комфортно, когда мы углубляемся за электроны, за атомы, там совершенно замечательные разделы физики, как я уже сказал, физика высоких энергий. Но то, что я буду говорить, это от квантовой механики, то есть от теории, которая, как мы думаем, описывает мир электронов и атомных ядер, и выше. Я попытаюсь вам проиллюстрировать на конкретных примерах, как это все работает. То есть основные законы известны, установлены, как мы верим, 80 лет назад. Ну, казалось бы, возьми большой-большой компьютер, запихай в него все эти законы, сиди, нажимай кнопочки, и он тебе, значит, всю науку сделает. Это безумие, конечно, думать, что такое возможно. Но, тем не менее, как-то эта схема работает. Как-то работает. И прежде чем говорить о современной физике, современная физика для меня начинается с начала 20 века, прежде всего создания квантовой физики, но надо немножко, наверное, упомянуть предысторию. Несколько раз уже, в общем-то, казалось, что люди могут прощупать самые глубокие уровни, на которых основывается наше описание природы, но потом выяснялось, что нужно двигаться дальше. При этом я хочу подчеркнуть, что старое понимание никуда не исчезало. Значит, ну, первая попытка построить систематическую картину мира, которая, как вы, вероятно, все знаете, была предпринята, по крайней мере, то, что мы можем отнести именно к современной науке, была предпринята в конце 17 века, там много замечательных людей, Галилей, Гюргенс и так далее. Обычно она связывается все-таки с именем Ньютона, и впечатление, которое ньютоновская система произвела не только на современников, но и на последующих ученых. Оно, видимо, ярче всего выражено в известном высказывании Лагранжа «Счастливец Ньютон, ибо систему мира можно установить лишь однажды». Ну и действительно, на радостях, что вот такое замечательное достижение было, система мира установлена раз и навсегда. Вот это, значит, надгробие Ньютона в Весмистерском аббатстве, как видите, очень, значит, пышное. И действительно Ньютон считался человеком, который, как написано на другом монументе в Кембридже, превзошел разумом род человеческий. Значит, он вел некий понятийный аппарат, абсолютное пространство, абсолютное время, материальные точки, силы, действующие между этими материальными точками, которые, как думалось, могут послужить основой физики. Потом, в XIX веке, картина мира была установлена еще раз, вопреки высказыванию Лагранжа. Я имею в виду прежде всего работы Фарадея и потом уже Максвелла, который ввел концепцию электромагнитного поля. Концепция поля, она по меньшей мере столь же фундаментальна, как концепции классической механики. Это действительно полный переворот и существенное углубление нашего понимания природы. Могила Максвелла, как видите, существенно более скромная. Уже сколько можно устанавливать единственные картины мира. Но это действительно очень важная вещь. И я напомню, а кому-то, может быть, заново скажу, есть очень вызывающее, наверное, высказывание Фейнмана из известного курса лекций, что с его точки зрения важнейшим историческим событием XIX века было построение теории электромагнитного поля Максвелла. И на этом фоне гражданская война в Соединенных Штатах, которая происходила одновременно практически, выглядит мелким недоразумением. Понятно, что это сделано, чтобы заострить, подчеркнуть роль науки и роль физики. Но если мы подумаем, действительно, как то развитие, которое началось с создания электродинамики классической, как оно изменило повседневную жизнь буквально миллиардов людей, это высказывание не покажется преувеличенным. При этом я хочу подчеркнуть, очень часто говорят о научных революциях, и может показаться, что я тоже говорю о научных революциях, и смены парадигм, и прочие замечательные слова. В каком-то смысле да, но, как всегда, все надо правильно понимать. Концепция электромагнитного поля не убила ньютоновскую классическую механику. То есть старые плодотворные физические концепции, они никуда не деваются, они не умирают. Развитие классической механики происходит в наше время. И новые идеи появляются, и новые результаты. Скажем, уже после создания электродинамики Максвелла, в рамках классической механики, которая, казалось бы, уже отброшена с позиции самой главной физической теории, Пуанкаре ввел радикально новую идею, дальнейшее развитие которой привело к концепции детерминистского хаоса. В полной мере значение всей этой идеи было понято только в конце XX века, и классическая механика жива, ничего с ней не случилось. Она по-прежнему остается в центре внимания физиков, но мы просто знаем широкий круг явлений, для которых она недостаточна, и нужно использовать новую идею, идею электромагнитного поля. Это предыстория, и дальше произошла, ну, собственно, даже не очередная революция, а даже серия, наверное, революций. Это произошло на рубеже XIX и XX века, и вот с этого началась современная физика. Как я уже говорил, в принципе, науку можно вывести из наивных детских вопросов по поводу окружающего нас мира. И эту связь важно не забывать. Научные проблемы не должны быть высосаны из пальца, они в определенном смысле должны быть естественными. Ну и надо сказать, что вот наиболее глубокие концепции этой вот новой научной революции, они в каком-то смысле могут быть выведены в результате напряженного размышления над вполне естественными и детскими вопросами. Например, детский вопрос, почему ночью темно. Если достаточно внимательно на нем поразмышлять, можно вспомнить так называемый фотометрический парадокс, задуматься о концепции безграничной однородной вселенной и так мало-помало прийти к общей теории относительности и к современной космологии. Конечно, не только основываясь на этом вопросе, но стартуя с него. Опираясь на другой естественный вопрос, почему люди не проваливаются сквозь пол, можно прийти к квантовой механике и вот эту связь я постараюсь, но если не проследить детально, то хотя бы пунктиром показать. Квантовая механика – это теория, которая в каком-то смысле решает проблему устойчивости материи. Значит, ну и третье важное событие – это торжество атомной теории или, если хотите, атомной гипотезы. Казалось бы, это не такая уж большая новость, принято думать, что об этом говорили уже древние греки и так далее, но тем не менее важно подчеркнуть, что существенной и фундаментальной частью современной физики вот эта атомная гипотеза, атомная теория стала примерно в то же время, что и теория относительности и квантовая механика. Как всегда, конечно, работают много людей, а публике запоминать много фамилий неохота, но и находится всегда, конечно, один какой-то герой, который олицетворяет собой эту революцию, в данном случае это Альберт Эйнштейн. Всегда есть, конечно, несправедливость в том, что труд многих людей ассоциируется с одним-двумя именами, но я должен сказать, что если все-таки принять это как данность и называть одно имя, Эйнштейн совершенно бесспорен. И физическое сообщество в 2005 году отмечало мировой год физики во знаменование столетия со дня публикации молодым, ему тогда было 26 лет, это Альбертом Эйнштейном в одном году в трех выпусках аналиндерфизик, трех абсолютно фундаментальных статей, которые заложили основу трех абсолютно фундаментальных концепций современной физики. Первая была, ну, не хронологически, а, так сказать, по естественности упоминание, работа по брауновскому движению, которая в каком-то смысле доказала существование атомов, ну, тут есть тонкости, в каком смысле можно доказать существование атомов, я об этом поговорю позже, но во всяком случае это была одна из тех работ, которые заставили к атомной гипотезе относиться с полной серьезностью. Вторая, это была статья Эйнштейна по корпускулярной теории света. Эта теория заложила основу так называемого корпускулярно-волнового дуализма с какой-то точки зрения основной черты вот этой новой квантовой физики, и об этом я буду говорить сравнительно подробно. Ну, и трехи работа заложила основу специальной теории относительности, за которой потом последовала общая теория относительности, которую мы сейчас считаем теорией гравитации, космологии и так далее. Значит, дальше я буду говорить только об одной стороне вот этой научной революции, о квантовой механике и о том, как квантовая механика позволяет объяснять или не позволяет объяснять мир вокруг нас, что именно позволяет, что именно не позволяет. Значит, корпускулярно-волновой дуализм. Я не собираюсь рассказывать историю вопроса, давайте просто я скажу, как в результате всего этого развития, которое началось с работы Эйнштейна 1905 года, как мы более или менее понимаем это сейчас. Что такое корпускулярно-волновой дуализм? Значит, ну, волны, интуитивно, наверное, у всех есть понимание, что такое волны. Пример может быть любой. Волны на поверхности воды. С конца XVIII-начала XIX века мы знаем или думаем, что знаем, что свет – это волна. И один из опытов, который показывает, что свет – это волна, это опыт Юнга с двумя щелями. Он совершенно универсальный, он применим к любым типам волнам. То есть, допустим, это просто вот то, что у меня нарисовано серое, это просто такая лужа. И вот здесь я болтаю там какой-нибудь палочкой вверх-вниз, у меня идут волны на поверхности воды. Здесь я построил такой экран с двумя дырочками. Волны проходят, и возникает вот эта характерная совершенно интерференционная картина. Волны накладываются таким образом, что в одном месте происходит усиление при тут колебании, в других местах они друг друга взаимно гасят. Вот основное понимание корпускулярно-волнового дуализма, которое началось с работы Эйнштейна, оно состоит в том, потом были другие люди, разумеется, Эйнштейн это сделал для света, потом это было применено для электронов и так далее, что с любой материальной сущностью ассоциирована некоторая волна. И нельзя сказать, что, например, электрон это частица или электрон это волна, и нельзя сказать, что свет это поток частиц или свет это волна. А это в каком-то смысле ни то, ни другое, но нечто, что на языке нашего мира может быть описано в некоторых случаях как поток частиц, а в некоторых случаях как волна. Ну вот это реальный эксперимент, такой же вот опыт с двумя щелями, если вы пропускаете электроны и регистрируете просто пятнышки на некотором экране, который покрыт веществом, светящимся под действием ударов заряженных частиц. Значит, что происходит? Когда поток электронов небольшой, когда электронов штуки, ну видно, что они попадают в какие-то определенные места экрана, и, конечно, невозможно ничего волнового углядеть. Это выглядит именно так, как вы стреляете очень маленькими пульками, и случайно они там куда-то попадают. Дальше вы увеличиваете поток электронов, этих точек становится все больше, 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 и вдруг внезапно при достаточно большом числе электронов у вас совершенно удивительным образом вырисовывается типичная интерференционная картина, которая означает, что электрон есть волна. И вот это совершенно поразительная вещь. Это вот так, как мир описывает современная квантовая механика, современная квантовая теория. Здесь есть несколько очень важных моментов. Прежде всего, важно подчеркнуть, что квантовая механика принципиально отказывается предсказывать индивидуальные события. Квантовая механика говорит, что вот когда у меня появились первые восемь пятнышек, я принципиально не могу ничего сказать о том, где эти пятнышки появятся. Просто запрещено задавать природе такие вопросы. Понятно, что это не всем нравится, и я немножко поговорю о том, кому это может нравиться, кому это не может, и что с этим заявлением делать. Но оно очень важное. Квантовая механика объявляет, что индивидуальные события в микромире, индивидуальные события, происходящие с электронами, принципиально не могут быть предсказаны. В то же время, когда у нас имеется много таких событий, когда мы имеем дело с ансамблем таких событий, то усредненные характеристики, вот скажем, распределения интенсивности, распределения цветов вот в этих замечательных полосках могут быть предсказаны в принципе со сколь угодно большой точностью. И, конечно, это абсолютно радикальный разрыв с предыдущей картиной мира, хоть с картиной мира, идущей от Ньютона, хоть с картиной мира классической механики, хоть с картиной мира, идущей от Максвелла и от Фарадея, основанной на представлении об электромагнитном поле, потому что уж во всяком случае, то, что в принципе физика может прослеживать причинно-следственные связи, и в принципе, если вы имеете правильную физическую теорию, она должна давать вам достоверные предсказания любых индивидуальных событий, это под сомнение не ставилось. Это колоссальный разрыв и колоссальное новшество. Надо сказать, но электрон маленький, и немедленно возник вопрос, есть ли какие-то пределы применимости квантовой механики, то есть не связано ли это просто с размерами, нет ли такого, что очень маленькие частички типа электронов ведут себя как волны, а большие частички как волны себя не ведут. Ответы да и нет. Дело в том, что действительно для больших частиц длина ассоциированной волны становится все меньше, 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 и эти картинки становятся все мельче, мельче, мельче. Но принципиальных никаких проблем нету, это опять же картинка взята из недавней совсем работы, где опыт с двумя щелями был проведен для молекул С60. Это здоровенная такая, в общем, блямба по атомным масштабам. Это 60 молекул углерода, это, конечно, намного-намного тяжелее и больше, чем электрон. Значит, но тем не менее, вот когда вы регистрируете, как эта штука пролетает и где она там регистрируется, за экраном, вы видите совершенно четко вот эти интерферационные полосы, то есть, в принципе, квантовая механика описывает и маленькие системы, и большие системы, и какие угодно, и при этом заявляет о принципиальной невозможности предсказывать индивидуальные события. Если бы речь касалась только электронов, если бы речь шла, извините, только об электронах, ну, переживем. Ну, а где граница молекулы С-60, а футбольный мяч, а Земля, а солнечная система, где граница? Это очень серьезный вопрос. И в каком-то смысле этот вопрос, ну, на мой взгляд, полного исчерпывающего, удовлетворительного ответа на вопрос, как к этому относиться, нет до сих пор. Значит, к этому я немножко вернусь, а пока я, пока все не забылось, хочу вернуться к своему обещанию, рассказать, почему люди не проваливаются сквозь пол. Значит, квантовая механика с самого начала одна из мотиваций была стремление объяснить устойчивость материи. И один из важнейших вкладов в квантовую физику в стадии ее зарождения был сделан Нильсом Бором. Это касается так называемой планетарной модели атома, основанной на экспериментах Резерфорда и на теории Бора. Ну, отчасти это школьная физика, отчасти нет времени рассказывать подробно. В общем, в 910-х годах появились, как думалось, веские основания считать, что атом, извините, напоминает солнечную систему в миниатюре, в центре тяжелое, но очень маленькое, очень компактное ядро, и дальше электроны, которые вращаются по орбитам. Но дело в том, что с точки зрения классической картины Ньютона и Максвелла, эта картина немыслима. Движущийся электрический заряд неизбежно излучает, излучающий заряд неизбежно теряет энергию, ну и в конце концов все это достаточно быстро свалится на ядро. Значит, Бор просто постулировал существование стационарных орбит, находясь на которых электрон не излучает, а излучение света происходит только в момент перехода из одного стационарного состояния в другое. Это был радикальнейший разрыв со всей предыдущей наукой. Ну и потом, грубо говоря, эти стационарные Боровские орбиты удалось объяснить, исходя из представлений, что электрон есть волна, грубо говоря, эти стационарные Боровские орбиты соответствуют стоячим волнам, если хотите, целому числу волн, которые можно уложить вокруг атома. Это все очень наивные картинки начала века, современная квантовая механика очень далеко ушла от этих простых картинок, но факт в том, что устойчивость материи, состоящей из электронов и ядер, рассматриваемых как точечные заряды, подчиняющихся квантовой механикой, сейчас доказана совершенно строго на уровне теоремы. И очень важно, что без квантовых законов эту теорему доказать нельзя, более того, можно построить в ней контрпримеры. Материя устойчива, потому что положительные и отрицательные заряды притягиваются и отталкиваются по закону Кулона, потому что они описываются как волны, технически говоря, описываются так называемым уравнением Шредингера, и потому что они подчиняются определенным статистическим правилам, так называемому принципу Паули, говорящему, что нельзя посадить два электрона в одно и то же квантовое состояние. И, в общем, для того, чтобы объяснить действительно фундаментальный факт устойчивости материи, пришлось пожертвовать очень многим, пришлось пожертвовать идеалом классической науки, предсказуемостью индивидуальных событий. Одним из проявлений этой непредсказуемости является знаменитое соотношение неопределенностей Газенберга, может быть, ну, поскольку мне сказали, что в основном не физики, может быть, даже в этих вещах имеет смысл поговорить поподробнее. Значит, многие, наверное, слышали об ограничениях, которые квантовая механика накладывает на нашу возможность описать движение частиц. Конкретно утверждается, что в отличие от классической частицы нельзя одновременно измерить координату и скорость объекта в тот же самый момент времени. Современная формулировка квантовой механики основана на так называемой картине интегрирования по путям, которая была предложена Фейнманом уже существенно позже, в 940-е годы. И согласно этой картине, если вы хотите описывать электрон как классическую частицу, вы можете это делать, но вы должны постулировать, что электрон движется не по одной единственной траектории, которая там определяется законами Ньютона или чем-то эквивалентным, он движется по всем траекториям сразу. И в типичном случае эти траектории, подавляющее большинство траекторий, по которым движется электрон, они представляют себя вот эти любимые когда-то математиков уродцев, значит кривые, непрерывные, недифференцируемые ни в одной точке, ну сейчас модное слово фрактал, траектории, которые напоминают броуновское движение, то самое, о котором Эйнштейн написал другую свою великую работу, но это нарисована траектория броуновской частицы в реальном времени, а в квантовой механике электрон движется вот по таким вот траекториям, но это еще все надо понимать во внимом времени. Во всяком случае, понятно, что если известно, где электрон, то нарисовать вектор скорости тут просто никакой возможности не представляет. И это приводит к важнейшим наблюдаемым эффектам, вот это утверждение невозможности одновременно измерить координату и скорость частицы. Например, на этом основан так называемый туннельный эффект, который будет существенно использоваться дальше в моем докладе. И основан он вот на чем. Есть закон сохранения энергии, один из основных законов физики, он справедлив в классической механике, он справедлив в квантовой механике. Но также все мы со школы помним, или во всяком случае должны помнить, что энергия в классической механике может быть представлена как сумма кинетической энергии и потенциальной энергии, потенциальная энергия зависит от положения частицы, а кинетическая энергия зависит от скорости частицы. Ну и что Что происходит в ситуации, когда классическая частица налетает на стенку, на некоторый барьер такой, что для преодоления этого барьера нужна потенциальная энергия больше, чем исходная энергия частицы. Но ничего не может произойти, частица, разумеется, отразится, потому что кинетическая энергия не может быть отрицательной, а сумма по кинетической и потенциальной энергии сохраняется. Значит, соотношение неопределенностей говорит, что разделение на кинетическую и потенциальную энергию условно, поскольку нельзя одновременно точно знать и скорость, и координату, нельзя одновременно точно знать и кинетическую и потенциальную энергию. Кинетическая энергия может быть немножко отрицательной, ничего страшного, лишь бы полная энергия сохранялась. Но, значит, немножко означает, что чем сильнее это нарушение, тем меньше вероятность такого события. Я хочу подчеркнуть, что квантовая механика работает только с вероятностями. Мы можем говорить о вероятности того, что вот этот товарищ пройдет сквозь стенку, но мы не можем, принципиально не можем в деталях описать процесс, как он это делает. Значит, и чем выше, и чем шире стенка, тем меньше эта вероятность, но она никогда не равна нулю. Это неизбежное следствие соотношения неопределенностей, а соотношение неопределенностей есть неизбежное в связи с корпускулярно-волнового дуализма. Значит, ну вот когда приблизительно к концу 20-х годов вот эта вся картина выстроилась, и люди осознали, значит, какую цену придется платить за разумное описание атомных явлений, в частности цена это отказ от предсказуемости индивидуальных событий, это многим не понравилось, и в частности Эйнштейн, который действительно является одним из самых важных фигур в развитии квантовой физики, он наотрез отказался признавать этот вывод как окончательный, он не говорил о неправильности квантовой механики, конечно, он был физик, великий физик, он понимал, что правильность или неправильность вопрос сложный, но во всяком случае теория, которая действительно описывает широкий круг экспериментальных данных, просто так взять и отмахнуться от нее по философским основаниям это слишком жирно, мы так не делаем, физики так не делают, вот. Но во всяком случае он настаивал на утверждении о неполноте квантовой механики, он верил, что в принципе возможно более фундаментальная теория, которая допускает описание индивидуальных событий. Ну и известная дискуссия Эйнштейна с Бором, опять та же история, что участвовало много людей, а значит публике нравится запоминать одно-два имени, конечно, кроме Бора было много других защитников квантовой механики, но значит Бор вот пытался очень интересно объяснять, почему квантовая механика в каком-то смысле окончательно, используя философские аргументы, что было крайне, гуманитарные, я бы сказал, аргументы, что было крайне необычно для физики, ну как минимум с времен Ньютона, а может быть даже и Кеплера. То есть Бор апеллировал к свойствам языка, то есть он говорил, что в сущности, что такое описать физическое явление? Само слово «описать» означает выразить его в каких-то терминах нашего языка. Наш язык основан на опыте жизни в мире макрообъектов. Нет совершенно никаких оснований считать, что он содержит некоторые, что он содержит слова, которые применимы к описанию того, что заведомо выходит за пределы того опыта, который сформировал этот язык. Электрон не волна и не частица, он нечто такое для описания, чего в нашем языке нет слов и нет понятий, потому что их нет в том повседневном опыте, который сформировал наш язык. И самое лучшее, что мы можем сделать с этой неописуемой сущностью, мы можем предложить несколько дополнительных картин. Но если угодно, это так же, как мы, например, четырехмерное тело, которое мы, не обладая, так сказать, четырехмерным восприятием, не можем воспринять как единый объект, можем представить как совокупность его трехмерных проекций. И вот, скажем, корпускулярно-волновая картина, можно жаловаться, что это так, можно горевать по временам, когда мы имели исчерпывающее описание событий в терминах повседневного языка, но это невозможно. Самое лучшее, что мы можем иметь, это мы можем иметь описание в виде нескольких взаимоисключающих и взаимодополнительных картин. Значит, хорошо известно высказывание Эйнштейна «Бог не играет в кости», но гораздо менее известен ответ Бора на это и другие подобные высказывания, которые, по-моему, заслуживают внимания. Эйнштейн «прекрати говорить Богу, что ему делать». Но дальше возникает серьезнейший вопрос. Я с самого начала сказал и показывал вам картинку с волновой природой Фуллиленов, что квантовая механика сама в себе не содержит никаких указаний на пределы своей применимости. она настаивает на том, что она универсальная теория. Но тогда мы вообще ничего не можем сказать, понимаете? Если в принципе нет никакой разницы между электроном и футбольным мячом, так же, как мы не можем ничего сказать об электроне, который мы только вынуждены лепетать, что вот вы знаете, в некоторых случаях он ведет себя как частица, в некоторых как волна, точно так же мы ничего не можем сказать о футбольном мяче. А тогда мы вообще ни о чем не можем сказать. Потому что физика, технически говоря, это обсуждение результатов измерений. Измерение, технически говоря, это результат взаимодействия измеряемого, изучаемого объекта с неким устройством, которое мы считаем измерительным прибором. И приборы должны давать достоверные показания, иначе мы вообще ни о чем можем говорить. И вот в этом смысле вот это сложившееся описание квантовой механики, которое принято называть копенгагенской интерпретацией, оно основано на постулировании существования некоторых классических объектов, приборов. Приборы должны быть классическими. В то же время, еще раз подчеркиваю, сама квантовая механика никаких ограничений на свою применимость, допустим, к достаточно большим объектам не имеет. Ситуация здесь радикально отличается от той, которая, например, имеет место, когда мы обсуждаем соотношение классической механики и теории относительности. Теория относительности не нуждается для своего построения в том, чтобы сначала была классическая механика. Мы можем с самого начала, если мы совсем сошли с ума, учить школьников теории относительности, а потом, значит, в 10-м классе говорить, да, кстати, забыл сказать, вот если вы, ребята, во всех формулах положите буковку С равно бесконечности, то все тоже работает, и на самом деле обычно так и надо делать. С квантовой механикой не такая ситуация. Она имеет смысл, согласно копенгагенской интерпретации, только если в мире есть классические объекты. Принцип суперпозиции – это, собственно говоря, утверждение о волновой природе всего на свете, явным образом не применим в макромире. Приборы должны быть классическими. И это был, собственно, один из основных вопросов вот в этой знаменитой дискуссии Эйнштейна и Бора. Значит, ну, для заострения был предложен знаменитый эксперимент Шледингеровской кошки. Давайте, вот пусть картинка повисит, значит, как наш бронепоезд на запасном пути, а про кошку я ничего говорить не буду, потому что, ну, надоело. Я однажды выступал на научном семинаре, показал картинку похожего содержания, и тут же из зала завопили. Пожалуйста, только не рассказывайте нам про Шледингеровскую кошку. Значит, я не буду рассказывать про Шледингеровскую кошку, я буду вам рассказывать про молекулу сахара. Но это абсолютно та же самая проблема. Значит, если вы растворите сахар в воде, и потом будете пропускать, природный сахар, например, из сахарной свеклы, из тростника, там, не полученный в результате какой-то процедуры синтеза, то полученный раствор будет обладать свойством оптической активности, то есть поляризованный свет будет вращаться в определенном направлении. Это означает, что сахароза, как и многие другие органические молекулы, она в принципе может существовать в правой и в левой форме, энергетически они абсолютно эквивалентны. Ну вот, скажем, в мире реализуется только правая форма или только левая форма. И если принцип суперпозиции применим без всяких ограничений, то совершенно невозможно понять, почему на самом деле вот все эти оптически активные молекулы не являются суперпозицией, состояния правой и левой, и тем самым, почему раствор сахара обладает оптической активностью. Это совершенно та же история, почему не наблюдаются кошки в суперпозициях, так сказать, живая и мертвая кошка, но только привязанная к реальному физико-химическому эксперименту. От этого не отмахнешься, как от анекдота. Просто сказать, что вот знаете, молекулы большие, а кошка еще больше, недостаточно, потому что квантовая механика, еще раз подчеркиваю, она сама в себе не содержит никаких указаний на свою применимость только к маленьким объектам. Она говорит, что она универсально применима. Сахароза должна быть оптически неактивной. Значит, я не могу сказать, что эта проблема решена. Кто-то, наверное, сказал бы, на мой взгляд, тут до сих пор очень много, что надо обсуждать. Но есть некая популярная точка зрения, ну, квази-объяснение, я даже не знаю по-русски декогерентность, наверное, все-таки, хотя некоторые зачем-то говорят декогеренция. Значит, есть некоторая программа, которая объясняет классичность через декогерентность. То есть слово декогерентность означает следующее. Если у вас есть изолированная квантовая система, совершенно не важно, насколько она большая, если она изолированная, она квантовая. И никаких достоверных утверждений про нее делать нельзя. И никакие индивидуальные события, происходящие с этой системой, предсказывать нельзя. Только вероятность. Но если вы рассматриваете систему, взаимодействующую с окружением, то тогда вот эта интерференция между разными квантовыми состояниями, интерференция между частицей, прошедшей через правую дырку на экране и через левую дырку на экране, интерференция между молекулой сахарозой и той же молекулой, но вывернутой наизнанку, интерференция между живой и мертвой кошкой, она разрушается взаимодействием с окружением. Это очень сильное утверждение. То есть приборы существуют потому, что они являются открытыми системами, взаимодействующими с окружением. Причем, будет ли эта интерференция разрушена или нет, зависит, вот это уже зависит от размеров системы. Как зависит? Я вам говорил, что основное определяющее свойство квантовых систем, это что есть некоторые стационарные состояния, ну если хотите, где укладывается какое-то целое число стоячих волн, и где энергия принимает вполне определенные значения. Но чем больше система, тем меньше разница между этими энергиями. И для достаточно больших систем спектр идет почти сплошняком. И есть некоторая характерная энергия взаимодействия с окружением. Так вот, согласно этой дикофилинш-программе, система является классической, если она достаточно большая для того, чтобы характерное расстояние между энергетическими уровнями этой системы было существенно меньше, чем энергия ее взаимодействия с окружением. И она является квантовым в противоположном случае. А что произойдет, если эти энергии одного порядка? А вот это и будет наномир. То есть наномасштаб, он выделен научно. И выделен он вот чем. Мир больших объектов классический, как правило. Это утверждение тоже не абсолютно правильное. Существуют вполне макроскопические объекты, например, сверпроводники, так называемые джозефсоновские контакты, которые демонстрируют квантовое поведение. Но, как правило, макроскопически большие объекты классические. Потому что их энергетический спектр очень-очень густой. Практически сплошной. Атомы квантовые. Потому что их расстояние между их энергетическими уровнями огромно по сравнению с их взаимодействием с окружениями. А вот системы с характерным масштабом 10-100 тысяч атомных диаметров, это и есть наномасштаб. Они выделены научно. Это открытые квантовые системы. Это квантовые системы, которые существенным образом взаимодействуют с окружением. Поэтому я не знаю, бывает ли нанотехнология, но нанонаука бывает совершенно точно. Она выделена научно. Если угодно, наномир — это мир открытых квантовых систем. Вот это, так сказать, основной месседж вот этой длинной-предлинной части лекции. Дальше пойдет немножко быстрее. Значит, ну как пример, о чем я говорю. Есть, например, так называемые магнитные молекулы или молекулярные магнетики. И, скажем, ну вот система, которую сокращенно называют в анаде-15, на самом деле это вот такая вот довольно сложная молекула, она состоит из 15 атомов в анаде, и каждый атом в анаде имеет, как говорят, спин. То есть это такой элементарный магнитик, который может быть направлен либо вверх, либо вниз. Они взаимодействуют. Ну и вот это в некоем приближении, значит, мы рассчитали энергетический спектр этой системы. Видно, что тут есть состояния, которые вполне, так сказать, отделены большими интервалами друг от друга. И если речь идет о физике, вовлекающей вот эти вот состояния, то эта система будет вести себя как квантовая. Но если речь идет о физике, вовлекающей в себя вот эти вот состояния, которые идут практически сплошняком, то она будет вести себя как классическая. Вот просто вам пример наносистемы, которая слишком большая, чтобы быть просто квантовой, и слишком маленькая для того, чтобы о квантовых эффектов можно было полностью забыть. Это речь шла о теории, о нашем понимании наномира. Но физика-наука, я не хочу сказать физика-наука экспериментальная, а физика — это наука, представляющая из себя уникальное единство теории эксперимента. Я думаю, другой такой науки нету, вот именно с соотношением теории и эксперимента. Значит, то, что вообще не содержит экспериментальной части, на мой взгляд, физика считаться не может. Значит, и разумеется, вот эта нанонаука была бы невозможной, если бы не было бы экспериментальных методов исследования наномира. Эти методы есть, у меня нет времени, ну, наверное, это и не нужно пытаться дать какой-то более или менее полный список, но давайте я вам приведу просто один пример. Устройство, которое, если хотите, создало нанонауку, ну, наряду с другими некоторыми открытиями. Это сканирующий туннельный микроскоп, созданный в Цюрихе в отделении IBM, Беннингом и Ройером, они получили Нобелевскую премию за свою работу практически немедленно. И этот туннельный микроскоп, основа его действия, принцип его действия, этот самый туннельный эффект, который в свою очередь есть следствие соотношения неопределенности, который в свою очередь есть следствие кропускулярно-волнового дуализма и так далее. То есть этот прибор работает, потому что квантовая механика работает. Значит, как это делается? Есть образец, есть, значит, это называется тип, есть другое устройство, которое вы подносите очень близко, так что остается крохотный промежуток. Вот этот промежуток между образцом и типом представляет из себя потенциальный барьер для электронов. Они через него могут туннелировать, но если вы увеличиваете расстояние, то вероятность этого туннелирования, вероятность прохождения электрона отсюда сюда, она экспоненциальна, она очень быстро падает. А прохождение электронов — это электрический ток. Значит, и вы меряете электрический ток, вы можете, так сказать, двигать этот образец вверх-вниз, таким образом, чтобы удерживать это примерно на одинаковом расстоянии, и дальше фактически вот это движение типа вдоль образца прорисовывает вам распределение электронной плотности. Вы можете видеть отдельные атомы и манипулировать с отдельными атомами. Но совершенно замечательный пример, который показывает, что физика отдельно как экспериментальная и отдельно как теоретическое смысл не имеет. Только единство теории эксперимента. Один из самых популярных объектов для сканирующей туннельной микроскопии — это графит. Мы знаем атомную структуру графита. Атомная структура графита состоит из таких гексагональных слоев, шестиугольных, называется это ханекомплетис, то есть решетка в виде медовых сот. Мы это знаем, так сказать, из других экспериментальных методов. Говорят и пишут в учебниках и в популярных статьях, что сканирующая туннельная микроскопия позволяет видеть отдельные атомы. Вот если вы посмотрите на то, что реально видно в сканирующей туннельной микроскопии графена, видна половина атомов, а вторая половина атомов не видна. И в результате вместо гексагональной решетки получается треугольная. И нужно использовать достаточно сложную теорию для того, чтобы объяснить, почему вы можете видеть только половину атомов. Но вот со всеми этими оговорками сканирующая туннельная микроскопия действительно дает возможность работать с индивидуальными атомами. Значит, похожие устройства позволяют действительно выкладывать всякие замечательные картинки из отдельных атомов, заниматься рекламой на атомном уровне. Ну и очень интересный пример, который опять же напоминает о том, что все на свете, что частица, есть волна. Это вот такой атомный коралл. Это значит, на поверхности меди выложен атом за атомом эллипсис кобальтов. И в один из фокусов эллипса помещен атом кобальта, а в другой ничего не помещено. Это возможность буквально манипулировать с отдельными атомами, поднял, переместил, поставил на место. Значит, по неким причинам, которые называются эффект Кондо, и которые сейчас некогда объяснять, значит, если вы к такому магнитному атому на поверхности металла поднесете тип, вы увидите некий резонанс, Кондо-резонанс. Так вот, замечательная вещь состоит в том, что если вы поднесете тип к пустому месту, ко второму фокусу эллипса, вы увидите практически такой же резонанс, там ничего нет. Но электроны есть волны. Можно показывать другие картинки. Это, например, поверхность хрома, атомно-чистая поверхность. Вот это более или менее, как атомы расположены. Значит, очень интересно, что если на поверхности есть какой-то дефект, возникают специфические интерференционные картины, которые называются фриделевскими осцилляциями, и которые лишний раз напоминают нам о том, что электрон есть волна. Значит, другой пример нанообъектов, это так называемые квантовые точки. Это устройства. Ну, размеры могут быть микронные, не буквально нано, размеры могут быть и существенно меньше, 100 нанометров, до десятков нанометров, к которому подведены контакты. И у этих устройств электронный спектр, энергетический спектр дискретен состоит из отдельных уровней, как и должно быть по законам квантовой механики. Но, значит, в атоме типичный размер, типичное, извините, расстояние между этими разнообразными уровнями это электрон вольт и десятки электрон вольт. Ну, то есть, это энергия, которую приобретает электрон, ускорившись в разности потенциалов, соответственно, 1 вольт или 10 вольт. Значит, эта частица большая, поэтому, как видите, спектр у нее дискретный. Расстояние между соответствующими уровнями миливольты, то есть, в тысячу раз меньше или даже микровольт, то есть, в миллион раз меньше. И каждый раз, когда у вас потенциал в проводах совпадает с одним из резонансных уровней, значит, через это дело будет течь ток, а когда он не совпадает, тока не будет. Поэтому, измеряя зависимость тока от напряжения через вот это устройство, которое называется квантовая точка, можно измерять вот этот квантовый спектр. Это типичный пример нанообъекта. Он одновременно и квантовый, в том смысле, что вы видите отдельные электронные уровни, отдельные энергетические состояния. Он и классический, в том смысле, что взаимодействие с проводами здесь существенно. Оно очень важно, так сказать, для понимания всех свойств квантовой точки, пренебречь им нельзя. Ну и, наконец, самая последняя уже, и коротенькая часть моего рассказа, это история про графен, который сейчас принято, наверное, считать, ну, может быть, самым важным, что произошло за последние годы, вот в этой нанофизике. Хотя, строго говоря, графен к наномиру никак не относится. В одном направлении он слишком маленький, для того, чтобы его считать нанообъектом, а в другом направлении он слишком большой. Графен — это одна из форм углерода. Есть две формы углерода, которые известны очень давно. Алмаз, который известен с незапамятных времен. Мы думаем, что мы знаем, что вот так вот расположены атомы в алмазе. И есть графит, который более энергетически выгоден. При нормальных условиях это основное состояние углерода. Нужно серьезно, так сказать, стараться, чтобы перестраивать атомы в алмаз, в котором атомы состоят из отдельных слоев. Атомы в слоях исключительно сильно связаны, сильнее, чем в алмазе. А между слоями связь слабенькая. Сравнительно недавно были открыты новые подклассы углеродных материалов. Это так называемые нанотрубки и фуллиены. Это шарики и цилиндрики, скрученные из отдельных слоев графита. А графен — это просто вот этот отдельный монослой, который можно изолировать и изучать его свойства. И это произошло всего-навсего в 2004 году. Манчестерской группой было показано, что графен может существовать в свободном виде. Вот это просто живой кусок графена. Вот так он выглядит. Это такое зубообразное нечто. Здесь размер типичный — десятки микрон. Важно, что это один атомный слой. Он не гнется, он не сворачивается в трубочку. Более того, оценка механических свойств показывает, что на него можно положить еще как минимум миллион его собственного веса, и он будет держать. И он действительно держит. Значит, сейчас на самом деле развиты методы, которые позволяют графен получать буквально квадратными методами. Разные способы, но если будут вопросы, касающиеся приложения и применений, с вашего разрешения я лучше отвечу на вопросы, а в основной части говорить не буду. Просто я хочу сказать, что графен имеет толщину один атомный слой, то есть характерный масштаб доли нанометра в одном измерении и может быть макроскопически большим в двух других измерениях. Значит, почему интересен графен? Графен интересен, как мне кажется, в основном по трем причинам. Почему открытие графена вызвало такой ажиотаж? Во-первых, есть надежды на новые и очень важные технические приложения. На чем они основаны? Дело в том, что по сути, современная электроника, она двумерна. Современная полупроводниковая электроника, она двумерна. По сути, все, что нам нужно, это поверхность полупроводника, а все остальное это балласт. А графен представляет из себя одну поверхность без всякого объема, при этом подвижность электронов там очень высокая, но на уровне лучшего из того, что можно достичь в полупроводниках. И таким образом есть надежда, что можно делать исключительно, так сказать, миниатюрные транзисторы и другие электронные устройства, значит, ну, в результате сделать очень мощные компьютеры и играть в еще более интересные компьютерные игры, потому что больше, вроде бы, компьютеры ни для чего не нужны. Значит, вторая причина, почему графен интересен, она немножко более научная. Дело в том, что масса интереснейших и важнейших химических, не только физических, химических и биологических процессов происходит в двух измерениях. Достаточно упомянуть биологические мембраны, где и энергетика клеток, и все, что хотите. Значит, естественно, физики со своей стороны изучают свойства таких двумерных систем. Есть феноменологическая теория мембран, но биологические мембраны, мембраны интересные в химии, они безумно сложны. Можно надеяться построить там какую-то модель, можно надеяться, значит, иметь какую-то феноменологическую теорию, но микроскопическое описание, описание на уровне отдельных атомов и их взаимодействия безнадежно. Графен — однослойная мембрана, один атомный слой, все атомы эквивалентны. Как углерод взаимодействует с углеродом, мы прекрасно знаем. Можно, так сказать, делать не только феноменологию, можно делать микроскопику, то есть можно принимать всю мощь арсенала теоретической физики для того, чтобы понимать свойства графена, и дальше, так сказать, на этом проверять теории, которые исходно были развиты для того, чтобы описать гораздо более сложные мембраны. Ну и, наконец, последняя возможность. Графен — это, так сказать, церр на столе, это дешевый путь ко всяким эффектам физики высоких энергий без ускорителей и без коллайдеров. И если даже вы нечаянно и создадите черную дыру, так она будет графене, а не в живой вселенной, где нам еще с вами жить-дожить. Значит, но графен может быть так и и нано. Из графена можно делать наноустройства, вот это квантовая точка графеновая. Здесь типичный размер порядка 40-50 нанометров. Можно пропускать через нее ток, можно видеть вот эти вот дискретные уровни, которые я говорил. И эта штуковина, она работает как графеновый транзистор. Другое дело, что от транзистора шаг до больших интегральных схем, которые нужны для компьютеров, этот шаг еще делать и делать и делать и делать. Но, тем не менее, действительно говорить, что это полностью болтовня, и что никаких приложений графена вот к этой микроминиатюризации, так сказать, быть не может, это не так. Это самый маленький в мире транзистор, он работает, он делает все, что положено транзистору, значит, и он описан уже два года назад. Значит, что касается того, что я упоминал графен как прототипная мембрана, значит, приведу вам только один пример. Вот эта феноменологическая теория мембран, которая была до открытия графена, она в частности предсказывает, что двумерные системы не могут быть плоскими, они обязательно должны быть искаженными в третьем измерении, они должны быть коррагированы или на них должны быть риплы, так сказать, какие-то пупыри, блямбы, волны и так далее. Значит, и это подтверждено экспериментально, что графен так и устроен, и это подтверждено в компьютерных симуляциях. Вот это некий типичный вид свободно висящей графеновой мембраны, как примерно эта штука выглядит, только она, естественно, все время еще ходит туда-сюда, атомы участвуют в тепловом движении, это такой типичный моментальный снимок. И видно, что типичный масштаб этих неоднородностей, он как раз нано, он 10-15 нанометров. Значит, ну и буквально последние 2-3 картинки, и я закончу. Это опять же один пример, что я имел в виду, когда говорил про ЦЕРН на столе и про возможность с помощью графена имитировать некие труднодоступные или недоступные эффекты фундаментальной физики. Значит, носители тока в полупроводниковых материалах это электроны и дырки. И важно, что, как физики говорят, закон дисперсии, соотношение между энергией и скоростью для этих электронов в твердых телах оно может быть совершенно не таким, как для обычных, так сказать, макроскопических объектов, где, ну, значит... Первый полувопрос, полуконстатация, может быть, которая вызовет какую-то реакцию. Ситуация, когда по поводу индивидуального объекта или индивидуального явления нельзя сказать ничего определенного, можно говорить лишь о статистической равномерности, на самом деле достаточно характерно для самых разных наук. Совсем недавно на позднем пути России был целый круглый стол социологов, которые обсуждали, в какой типе социологии вообще могут быть индивидуальными соблюдениями о статистичном характере равномерности говорят метабологи, о статистичном характере равномерности говорят биологи. В то же время у, скажем, наверное, у всех наук, у большей части наук, существуют вот такие технологические и инженерные приложения, которые как будто бы должны уже работать или с индивидуальным, как это, например, происходит у каких-нибудь психологов или медиков, работающих с конкретным организмом, или с четко предсказуемыми свойствами группы индивидуального, как это происходит у таких классических техникам. Видите ли вы здесь какую-то... Что вы в этом видите? Ну, с какой-то точки зрения, действительно, гораздо больше закономерностей, изучаемых самыми разными науками, являются скорее статистическими закономерностями, чем жесткодетерминистскими. И на самом деле, понятие причинности при реальном его использовании, оно действительно имеет достаточно, так сказать, ограниченную область применимости. Часто приходится говорить не просто о причинности, а всего лишь о корреляции и так далее. Но существовал, видимо, очень сильный психологический барьер, и у многих он до сих пор не преодолен. И, может быть, и правильно, что не преодолен. У меня, сразу скажу, никакого своего окончательного мнения по поводу, какая интерпретация квантовой механики правильная, просто нет. Но, во всяком случае, людям хотелось верить, что на фундаментальном уровне возможно исчерпывающее описание. Что вот есть какое-то уравнение Вселенной, которое, так сказать, в принципе способно предсказать результат любого индивидуального события, ну а дальше это уже мера нашего незнания, мера технических проблем, что мы, так сказать, не можем работать с таким детальным описанием, мы работаем с вероятностью. Например, когда мы подкидываем метку сто раз или тысячу раз, теория вероятности говорит нам, что, скорее всего, число выпадения орла и решки будет более или менее поровну, плюс-минус, грубо говоря, корень квадратный из числа испытаний. Мы довольствуемся этим знанием по практическим соображениям, но в принципе у нас нет никакого сомнения, что если мы захотим, мы рассчитаем траекторию движения индивидуальной монетки. Это очень сложно, она вращается, испытывает сопротивление воздуха, всякие аэродинамические силы, откуда-то там из угла на нее дует. Но во всяком случае, это все можно учесть, решить уравнение движения и предсказать, что данная конкретная монетка упадет орлом. Мы этого не делаем по практическим соображениям. И вот утверждается, что для электронов не так, что куда попадет, проникая вот через эти две щели, в какое место экрана пропадет один-единственный электрон, сказать нельзя принципиально. Эта ситуация, я бы сказал, она нормальная, она просто означает, что да, в этом отношении физика ничем не отличается от других наук. Все работают с вероятностями, и мы работаем с вероятностями. Но многим людям это не нравится, многие люди считают, что физические законы, они существенно отличаются от законов, более описывающих, более сложные системы, что они в принципе должны давать исчерпывающие, должны допускать возможность исчерпывающего описания системы. Однако современная, так сказать, ну, скопенгагенская, скажем так, интерпретация квантовой механики, она это отрицает. Она говорит, что вот индивидуальные события в микромире непредсказуемы, и это есть окончательный ответ. Глупый вопрос. Спрашивать, куда попадет электрон, все равно, что спрашивать, какого цвета полковский меридиан. Некоторые считают, что все-таки нет, есть более глубокая теория, которая скажет вам, какого цвета полковский меридиан, и которая будет давать, так сказать, точные предсказания опытов с одним электроном. Вопрос открытый. Это, соответственно, позиция Бора и позиция Эйнштейна вот в этой дискуссии. И второй вопрос. Мы, видимо, с экспертом, после определения этого самого Луна на уровне, вы объяснили, в чем его специфика, соответственно, более масса и более виков, и уровня. Как из этой специфики следует следует его практическая специфика? Стоит большое внимание к нему, я уже такой, наверное, не является практически российским. Хотя у нас, как сказать, как вы делаете свой вопрос. Вы знаете, это сложный вопрос. Я не знаю вообще, что сказать по поводу того, существует или нет сейчас нанотехнологии. Я правда не знаю. Люди относятся к этому действительно очень серьезно. Есть журнал, который называется «Нанотехнологи». Это серьезный журнал, туда серьезные люди пишут серьезные статьи. Есть один из журналов группы «Ненчи», который называется «Ненчи нанотехнологи». Есть «Нанолеттерс», так называемый, значит, журнал больше химический, но и физический тоже. То есть, несомненно, в научном сообществе есть понимание, что изучение не только нанообъектов, как таковых, но и возможных путей, как эти нанообъекты могут быть применены, это вполне, так сказать, достойная, отдельная глава современной науки. И люди этим занимаются. Но, если говорить о каких-то практических приложениях, но я ничего не могу сказать про какую-то нанотехнологию в биологии, в химии, может быть, там что-то и есть, это не моя специальность, но активно изучают эти квантовые точки, пытаются мечтать о том, что на основе этих квантовых точек можно развить действительно какую-то электронику следующего поколения. Некоторые идут дальше и думают, что за счет манипуляции с этими энергетическими уровнями нанообъектов можно, наконец, осуществить квантовый компьютер и, так сказать, сделать этот колоссальный технологический рывок. Я бы сказал, что на уровне обсуждений возможностей это серьезная, уважаемая, достойная, почтенная деятельность. Тут есть, что обсуждать и тут есть, чем заниматься. Если же говорить о том, что, скажем, достижения физиков в области нанонауки уже важны технологически и что уже совершенно ясно, какие технологические возможности с этим связаны, ну, я не хотел бы тут быть категоричным, я все-таки теоретик, и это не совсем мой вопрос возможных приложений, но, насколько я знаю, это говорит преждевременно. Есть возможности. Реальные приложения я сходу ничего не могу сказать. спасибо. Спасибо. Вы сделали такую траекторию, как не дали Григорий Чудовский, я перешиваю к вам биомеханику, остановился изучать на ложке мандаловича. Я хочу сказать, что я к вам как чайник обращаюсь, вы будете наявны в вопрос. Вы говорили о некоторых атомах, расположенных на граффити в виде элипса. На меди, атомы кобальта на меди. Кобальт на меди. Это сейчас не очень материал, а мне вот и другое. Там был фокус один, куда помещался атом, и дальше некоторые волны. Это я сейчас тоже не хочу касаться. У меня вопрос такой. Если в такую точку фокуса, это же координата, перемещался атом, это же скорость, то, как я понимаю, то и другое неизмеримо обязательно проскочит фокус, если больше выдерживать скорость. Там скорость не выдерживалась, это статическое измерение. Положили атом, он лежит, поднесли тип, все статическое. Положили, это значит продвинули, была скорость каждую секунду, пока он не лег. А когда лег, тогда стали мерить. Электронно атом. А когда лег, тогда стали измерять. А точку при этом, как посчитали, что такое? Что значит точка? Соотношение неопределенностей, это именно соотношение. Это не полный запрет, что никогда, ни в каком случае нельзя говорить о координате и скорости. Но вы видите какое-то пятнышко. Пятнышко – это точность, с которой вы можете в рамках данной методики локализовать положение атома. Единственное, о чем говорит соотношение неопределенностей, это о том, что нельзя иметь бесконечно узкое пятнышко в координатном пространстве и при этом знать с бесконечной точностью скорость. Этого и не происходит. Вы видите какое-то пятнышко, вы видите примерно область, в которой лежит атом. Разумеется, размер этой области не нарушается отношение неопределенности. Но это не есть абсолютно точное измерение координаты. Это есть измерение координаты с конечной точностью, которое, разумеется, не запрещено квантовой механикой. И второй вопрос. Я считал, я тоже не хочу вас предложить, вы можете меня поправить, что если графит свернуть такую нанотруб и покрыть чем-то изрубой, тоже на уровне атома, и затем что-то протекает там на длину, ну, соизмеримую с нано-расстоянием, там, несколько, пятьдесят лет, то тепло, которое начальник лучше, есть, и в более разный порядок усиливается в конце. Почему? То есть приобретается новая какая-то тепловая способность, как бы, берущаяся, вот, я не знаю, от движения вот внутри таких тоненьких объектов, скрученных круг. что-то похожее, ну, вопрос у меня так, если я, сравнительно, точно описал смутность эту, да, то тогда нет ли здесь возможности вообще какие-то некие энергии находить, которые могут быть подобные ядерными и прочими, и неожиданно появится новое оружие? Я не знаю, потому что я просто не про что такое не слышал, и, ну, соответственно, у меня нет мнения, я бы сказал, что если бы все-таки меня сейчас с пистолетом потребовать ответа да или нет, я бы сказал, что, на первый взгляд, это кажется абсолютно противоречащим всему, что мы знаем про физики. Что, возможно, так сказать, имеет отношение к реальности, у графена очень высокая теплопроводность, это правда. У него теплопроводность выше, чем у алмаза, у него теплопроводность, так сказать, ну, среди неметаллических систем рекордная, и люди обсуждают, как это можно использовать. У графенов, у нанотрубок, вот у этих углеродных материалов очень большая теплопроводность. Но теплопроводность, это означает, что вы без особых потерь можете передать тепловую энергию на большое расстояние, что тепловая энергия в конце будет больше, чем в начале. Я о таком не слышал и не понимаю, как такое может быть. Курбатов, Константин, я просто прошу уточнить, вы в вашей презентации указали, что графен не объединится. Вы правильно понимаете, что если взять его закончик, то он будет оставаться плоским, не поливаясь, он при этом не будет изгибаться как-то бумажно? Он изгибается, конечно, но этот изгиб не очень честный. Значит, графен – это все-таки самая прочная, как я сказал, химическая связь в природе. Значит, графен выдерживает деформации, изменения межатомных расстояний, ну, как минимум на 15%, может быть на 25%, это совершенно невероятно, и он при этом не ломается. Вот. К тому же, ну, основная техническая характеристика, определяющая прочность материала, одна из основных, так называемый, модуль Юнга, чем он больше, тем материал прочнее, в расчете на один атомный слой в графене он в 10 раз больше, чем в старе. То есть это просто означает, что он будет гнуться, но этот прогиб будет небольшой, и оценки показывают, что он не сломается, пока вы на него, так сказать, не положите вес более чем в миллион раз, в 10 миллионов раз превосходящий, собственно, вес мембраны. Понятно. И второй вопрос. Вы, между слов, упомянули о конденсированном состоянии, но больше не сломалось, как вы сказали, на трех, если так сказать, а конденсированное состояние? Конденсированное состояние – это практически все. То есть конденсированное состояние – это твердые тела, жидкости, значит, это практически все вещество вокруг нас, за исключением газов. Значит, почему не повезло газам, почему их выделили? Значит, с физической точки зрения свойства материалов определяются соотношением индивидуальных частиц, энергии индивидуальных частиц, из которых состоит материал индивидуальных атомов, и энергии взаимодействия. Вот специфика конденсированного состояния – это когда расстояние между атомами сопоставимы с размером отдельного атома, и, соответственно, энергия взаимодействия между атомами сопоставима с энергией отдельного атома. То есть конденсированное состояние – это состояние вещества, образованная сильно взаимодействующими атомами. Это все твердые тела, это все жидкости, ну и, разумеется, графен, как пример твердого тела. Вы уже один раз отказались говорить про биологию и химию. Я бы все-таки попробовал к этому вернуть разговоры. Вы, на самом деле, дали довольно узкое определение нано-объект, чисто физическое. Конечно. Есть большое количество мифологии, которые, может быть, о чем-то я основываю, я не знаю, что биологические точки зрения вещества, объекты, частицы, я не знаю, нано-размеры, они теперь будут опять-таки. Вроде бы не так, как индивидуальные молекулы, но вроде бы не так, как большие крупинки. Это, ну, первый вопрос, правда это или нет? А второй вопрос, если правда, то можно ли это как-то связать с физикой? Ну, в каком-то смысле, мое определение для физических объектов, оно, наверное, похоже на то, что Вы упомянули. Когда я определил нано-объекты с точки зрения физики, как открытые квантовые системы, это и означало как нечто, что ведет себя не так, как мельчайшие частички, которые просто изолированные квантовые системы, и не так, как макрообъекты, которые просто классические, и все там, все квантовые явления полностью возрушены взаимодействием с окружением. Значит, я не думаю, я согласен, что мое определение узкое, в том смысле, что я думаю, что оно никакого отношения не имеет к биологическим объектам. Я знаю, что есть любители среди физиков порассуждать о важности квантовых явлений в биологии, на, так сказать, вот этом наноуровне, при физиологических температурах. Есть две замечательные книжки, сейчас кажется уже больше замечательного английского математика и теоретизика Роджера Пинроуза «Новый разум императора и тени разума», где он очень много пишет о том, что биология квантовая, что вот эти клетки, некоторые клеточные органеллы должны рассматриваться как квантовые нанообъекты, вот именно в моем смысле, и что это важно для биологии. Ну, мне не хочется публично говорить о чем-то, чего я не понимаю, но, опять же, если лишь не веришь, я очень сомневаюсь, потому что у меня есть некоторый опыт работы с физическими нанообъектами, например, с теми же магнитными молекулами, чтобы в нанообъектах любые квантовые эффекты выжили при температуре 36,6 градусов Цельсия, как положено здоровому организму, я просто не представляю. Но я знаю, что многие серьезные и очень уважаемые люди, они думают, что да, вот квантовые нанообъекты важны в биологии, и в биологии важно именно то, что они квантовые. Есть такая точка зрения. Я не очень понимаю, как такое может быть. Для тех квантовых объектов, которые я знаю, если они имели бы такой размер, как вот те органеллы, о которых говорит Пенроуз, при комнатной температуре, простые оценки показывают, что там уже давно все сдохнет. Просто тепловое движение убьет все эффекты. Прошу прощения, я дам просто продолжение этого. А фотосинтез описывается без квантовых эффектов? Нет, фотосинтез, конечно, описывается с квантовыми эффектами. Все, что происходит на уровне индивидуальных молекул, конечно, там квантовые эффекты важны. Ну, например, в какой-то момент просто электрон должен там пробежать по какой-нибудь там цепочке связей, или просто энергия в виде экситона должна передаться. Это, конечно, явление квантовое. Я имею в виду, что Пенроуз, например, говорил о том, что цитоскелет в целом квантовый объект. Вот это я не понимаю, как такое может быть. Конечно же, какая-то отдельная молекула вовлечена в биологический процесс. Разумеется, она должна быть описываема как открытая квантовая система. Позумеется. Придцать, пожалуйста. Нет, не слышно. Да, важно говорить прямо на микрофон. Здравствуйте. Я не знаю, Русин Михаил. И Ушкович. Русин Михаил. Русин Михаил. Семен Павлович. Мы тоже занимаемся новой системой. У меня тогда такой прямой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот нанотрубка, например, с полиенами, которая в литературе принято называть гипот, она относится, с вашей точки зрения, к науке или нет? И второй вопрос. Ритверковский атом, который возбужденный, его электрон, который находится вблизи, так сказать, сплошного спектра, является ли нанообъектом или нет? И тогда, если можно будет там в дискуссии выступить, или нет, знаете, с ним? Ну, на мой взгляд, нанотрубки и полиены обычно относят к нанообъекту. Это как раз системы достаточно большие для того, чтобы взаимодействие с окружением в них играло серьезную роль. И, тем не менее, несомненно, там и дискретный спектр и все прочее видно. По поводу ритверковского атома. Я не специалист. Я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, физическое разделение системы на нано и микро, например, оно определяется не буквально размером, оно определяется, на мой взгляд, именно тем фактом, важно взаимодействие с окружением или нет. Если радиус орбиты... Я не знаю. Это мое личное определение. Я не буду на нем настаивать, если другие скажут, что оно там чего-то не охватывает. Это, скорее, просто отчет о том, как я лично понимаю наносистемы. Значит, эльберговский атом, ну, на мой взгляд, действительно, у высоко возбужденных состояний там уровни идут очень густо. Я бы не удивился, если бы оказалось, что в таких ситуациях взаимодействие с окружением важно, и что, тем самым, это совершенно нормальная наносистема. Но я недостаточно разбираюсь в вопросе по существу, чтобы говорить об этом более категорично. Я тут хочу защищать нашу организацию Роснар, но нашу, в смысле, российскую. Чуть ближе, ближе, ближе. Иначе вы ее сейчас закроете. Там среди 90% проектов он не будет, а ваше определение не подойдет. Вот. И поэтому придется ее закрывать. А нам еще вдобавок ко всему денег не дадут. Нет, нет, мы не хотим ее закрывать, пожалуйста. Нет, нет, это определение обязательно его закрывать. Ну, оно, конечно, очень узкое, оно в чисто научном таком смысле, безусловно, имеет право на существование, но с точки зрения нанотехнологии принято называть нанотехнологическими объектами те, которые меняют резко свои свойства при приближении к нанодиапазону. Но согласитесь, что графин, так сказать, в смысле механической прочности действительно очень сильно поменяет свойства по отношению к графику, да? Ну, ясно, но не потому что что-то изменилось, а просто потому что вы скользкие движения в графите убрали и оставили, вот, собственно, графин, и получили там сверхпрочность. Ну, то же самое, кстати, касается теплопроводности, о которой вы говорили. Кстати, хочу вас поправить. По-моему, это наивысшая теплопроводность из всех известных веществ, не только неметаллических. Ну и насчет подвижности. Сразу можно, так сказать, подчеркнуть. Все-таки подвижность на порядке больше, чем во всех известных веществах. Если нужно цифру назвать, могу сказать, что она миллион, но некоторые единицы, которые, так сказать, будем аудиторию не забудут, а, скажем, беременные 10 тысяч. Ну, то есть, специальная программа беременных, она на этом направлена. То есть, вы немножечко принижаете, так сказать. Чуть-чуть. От меня не надо защищать организации, на которых я не нападал и не собираюсь нападать. Значит, меня позвали, как физико-теоретика, рассказать о своей науке. Я вам рассказал о своей науке. Значит, ну, немножко смешно, наверное, будет, если мы будем там спорить о числах по подвижности в графену и так далее. Ну, я в курсе. По крайней мере, один из участников дискуссии в курсе. Вот. Значит, если, так сказать, с точки зрения технологий, ну, и тем более, как вы говорите, с точки зрения закроют или не закроют финансирование, другое определение является более удобным. И если вы согласны убедить общество, что ваше определение заслуживает поддержки, разумеется. Но... Причем тут я? Вы знаете, отчасти только шутка, потому что на этот счет идут серьезные дискуссии. И, действительно, в России важный вопрос. Что финансировать как надо, а что никак надо. И тут, в общем, действительно, действительно, так сказать... Давайте я просто раз и навсегда скажу, что у меня нет абсолютно никакого мнения по поводу того, что надо финансировать в России, а что не надо. Я просто не владею вопросом. И поэтому никакого мнения у меня на этот счет нет и быть не может. Да. Национается только. Акюхов Игорь. У меня вопрос такой немножко есть. У меня получается от Гафена. Вы упоминали квантовые компьютеры. Вы не могли бы сказать несколько слов о вашем личном отношении к квантовым вычислениям, в частности, к адиабатическим квантовым вычислениям? Ну, я понимаю, что это для отдельной реакции тема, но хотя бы несколько слов. У меня очень сложное отношение к квантовым компьютерам. Но вы введите понятие... Да, я понимаю. Значит, давайте я немножко действительно скажу о том, что люди понимают под квантовыми компьютерами. Значит, ну, обычный компьютер, по крайней мере, как он устроен сейчас, состоит из элементов, которые могут находиться в одном из двух состояний, которые, соответственно, с точки зрения, так сказать, использования в компьютерах, одно состояние соответствует нулу, другое состояние соответствует единичке. Ну и вот если у вас, допустим, имеется 20 таких элементов, то вот вы можете написать последовательность 20 нулей или единичке, или части нулей, части единичке. Значит, в чем разница с квантовым компьютером? Значит, в квантовом компьютере можно манипулировать не только состояниями отдельных атомов, а с квантовыми состояниями всей системы в целом. И если у вас имеется 20 квантовых объектов, взаимодействующих, каждый из которых может находиться в одном из двух состояний ноль или единица, то вся квантовая система в целом может находиться в одном из 2 в 20 степени состояния, то есть приблизительно в миллион состояний. Значит, и вот есть надежда, что вы можете манипулировать не с отдельными этими элементами, составляющими системами, а с отдельными состояниями всей квантовой системы в целом, что эффективно означает чудовищный выигрыш в эффективности. То есть, технически говоря, речь идет о возможности использовать все пространство состояний, ну или, как квантовые механики говорят, где из этого пространства, все целиком. Вот это квантовое вычисление. Значит, по-видимому, на уровне идеи все тут совершенно правильно. Но есть препятствия, которые заключаются вот в этой самой дикогерентности, в взаимодействии с окружением. Эта дикогерентность может приводить к тому, что большая часть состояний гильбертового пространства окажется просто недоступной. Интерференция между этими состояниями, которые необходимы для осуществления квантовых вычислений, будет полностью разрушена. И выживет только сравнительно небольшое число состояний. Ну, вот у меня была работа, опубликованная в 2003 году совместно с Хансом Дерратом и с другими, Физиков Ревью Этерс, с несколько адресивным названием «Квантовые осцилляции без квантовой коэфферентности». Там просто теоретически мы рассмотрели пример системы, у которых довольно большое гильбертово пространство и есть некие квантовые осцилляции, они называются рабиосцилляции, на которых вы можете что-то делать, но они происходят только между небольшим, сравнительно небольшим числом состояний, и в результате квантовые компьютеры, значит, работают как те крокодилы, которые летать могут, но низенько-низенько. Вот. Что на таком уровне можно сделать, я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь. Ну, уже есть замечательное достижение, всем известное, как, используя так называемый жидкопристаллический Ямеровский компьютер, использовали алгоритм Шора, который должен раскладывать числа на простые множители и доказали, что 15 – это трижды пять. Это уже сделано довольно давно. Можно ли сделать квантовые вычисления, которые действительно происходили бы с полной эффективностью, с использованием всего или большей части Гильбертова пространства? Ну, несколько лет назад я бы сказал, что, с моей точки зрения, нет, но сейчас появилась очень перспективная идея так называемых топологически защищенных квантовых вычислений, которая восходит к работе нашего замечательного, так сказать, из бывшего советского физико-теоретика, сейчас мы в Калтеке, Китаева. И люди работают, есть несколько вариантов, как может быть эта идея топологически защищенных вычислений может быть реализована, так сказать, в материале. Ну, это вселяет осторожный оптимизм. То есть, я бы сказал, во всяком случае, задача, безусловно, достаточно интересная для того, чтобы оправдать серьезные дальнейшие научные исследования в этом направлении. Спасибо. Сейчас будут вопросы. Единственное замечание, которое я хотел сделать к прошедшему, относясь с глубоким уважением к руководителю, во всяком случае, Роснана, и желаю всего хорошего самой организации, меня немного пугает ситуация, когда перспективность технологических решений зависит от того, в какой степени их можно классифицировать теми или иным образом. Это всего лишь маленькое замечание. Сюда перейдем? Павлик, да? Да, Сонки, прошу. Я бы хотел бы увидеть вас за прекрасное выступление, хотя немножко и жаль, что вы, на Сонки, в Сонки, его посетили очень известными такими дискоматийными вещами, и мало уделили внимания самому интересному, вот этому цену на коленке, что вы знаете. Поэтому я задам вопрос на взаимно-связание. А в лицарте только пора, да? Да. Режами, Борис Георгиевич, в замках взаимодействия и так далее. Если я смогу получить вашу статью на тему, то это что-то яркое. А сейчас я вас попрошу рассказать более подробно, как ставился эксперимент с графеном и что там просачивалось через какие-то объекты. Это очень интересно. Статьи все доступны абсолютно. Делайте поиск на мое имя. На случай, если проблемы с подпиской, все выложено в архив. Я прекрасно понимаю ваш интерес, но мне кажется, что при данном составе аудитории это было бы неуместно. Я прошу прощения, мне кажется, что, ну, меня предупредили, что лекция должна быть предназначена для общей аудитории и что значительная часть не будет иметь никакого отношения к физике. Мне кажется, если я сейчас саму подробно отвечать на ваш вопрос, это будет невежливо по отношению к той части. аудитории. Все работы доступны. Все работы доступны и легко находятся. Спасибо. Число логистически проще будет потом подойти к этой части, поэтому не удивляйтесь, это не дискриминация. для издей себя еще. Аркютов Василий. Слушай, пожалуйста, вы вычислили достаточно много интересных свойств графена, но некоторые из них не попали в этот список. Вот, в частности, о котором вы что-нибудь услышите о магнитных вещах. Люди говорят, что у графени при каких-то условиях обновленности обновленности как на 10 лет, что вообще для каких-то приемных обновленностей графена и как это связано именно с особенностями графена? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что два дня назад была моя лекция Фиане, она тоже объявлялась, она была предназначена для физиков, она была посвящена графену и вот особенно этому ЦЕРН на столе и более детальному обсуждению вот этой имитации квадролитивистских эффектов. Мне сказали, что значит, лекция была организована фондом поддержки фундаментальной физики. Мне сказали, что материалы лекции будут выложены и доступны в сети, и, может быть, это частично скомпенсирует то, что я не рассказал в данной конкретной лекции, которая имела в виду другую аудиторию. Значит, что касается магнитных свойств графена, значит, обсуждается возможность магнетизма на краях. Есть два типа краев в решетке графена, они называются зигзаг и армче, по-русски это как края в форме кресла с ручками. Значит, и вот на зигзаговых краях есть оборванные связи, соответствующие неспаренным электронам, и там должен быть магнетизм. Теория предсказывает магнитные края, и существует масса работ тоже теоретических, как это можно использовать в различных наноустройствах, как можно, например, сделать из графена фильтр такой, что через него пропускаешь неполяризованный по спину ток, и он становится поляризованным на выходе, и это можно дальше применять. Но я хочу сказать, что насколько мне известно, до сих пор нет ни одного экспериментального подтверждения, что это картина правильная. Мне не известно никаких экспериментальных работ, которые бы видели этот магнетизм на краях. Я лично скорее верю в него, там теория нормальная совершенно, и должно все это быть, но мне кажется, если речь идет о перспективах приложений, нам нужно больше экспериментальной информации. Я еще просто хочу всем напомнить, что область очень молодая. Графен был, так сказать, синтезирован, ну, не синтезирован, открыт, получен, как угодно называйте, всего-навсего пять лет назад, причем первый год-два еще, так сказать, время задержит, когда никто особо ничего не делал, все ждали, что дальше будет. Вот, то есть, активные исследования в области графена начались три года назад, поэтому, ну, это просто недостаточно времени для того, чтобы в каких-то вещах можно было говорить с полной неопределенностью. И возможность вот этого интересного нетривиального магнетизма графена это одна из таких вещей. Теоретически выглядит очень разумно, но с экспериментальной проверкой, ну, наверное, немного подождать надо, а потом уже будет у вас был вопрос. Да? А, нет? у вас у вас у вас презентация была графика энергетического спектра электронов, и я бы хотела узнать, почему там совсем понятно два слоя как красные веки, они же синие. Сейчас выясните, о чем речь. Чего-чего? Здесь? Это картинка? О, о, ее выключили, прошу прощения. Нет, нет, повыше слайд. Нет, повыше слайд. Графен? Графен, да, графен. Вот, нет, вот, вот, начался графен. Не этот? Нет, 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 Вот этот, вот этот точек Т и К-штрит. Да. Почему два уровня? Что значит два уровня? Ну, смотрите, один слой иногда, а, электроны, они должны иметь минимум, энергии, допустим, максимум. Почему бы сначала идет красное, потом уменьшение энергии, потом опять? Эта картинка называется на предъявителе, на тех, кто имел некоторый опыт с электронной структурой полупроводников. Она нарисована не в реальном пространстве, она нарисована в обратном пространстве, в так называемом. Эта энергия как функция момента, как функция импульса. Поэтому напрямую, напрямую будет она симметрична или асимметрична, сказать это просто исходя из того, сколько там атомных слоёв нельзя, это просто надо считать. Значит, вот эта точка К и К-штрих соответствует обычному графену, который никак не допировали, в который не запихивали носители тока, ни электроны, ни дырки. Всё, что ниже, соответствует заполненным состояниям, всё, что выше, соответствует пустым энергетическим состояниям. Значит, прилагая внешние воздействия, можно часть электронов убрать в заполненной зоне, в синей, если угодно, или поместить часть электронов вверх в красной зоне. Ну и в зависимости от этого у вас будет либо электронная проводимость подбивочная. Спасибо. Начинаю с конца. А дальше... Или нет? Или нет? Дискриминаруйся. Я прошу прощения, я хотел бы задать вопрос чуть ближе к микрофону до техники с фамилией. Так. Добрый вечер. Меня зовут Иван Калек. Иван Калек. Я хотел бы задать вот такой вопрос. У вас был один слайд, на котором вы показывали, ну в этом смысле давали определение наносистемы. а именно как системы, под которой мы еще можем наблюдать клантовые эффекты. Вопрос у меня вот такого слова. Значит, есть ли какая-нибудь теория или уравнение, которые могли бы как-нибудь объяснить описать, в какой степени употребляются квантовые эффекты или нет. Скажем так, если про электрон, мы понимаем, что когда мы смотрим на электрон, квантовые эффекты имеют настое. Когда мы смотрим на футбольный мяч, у нас имеет место должен заполнять пиолоплацовскую детерминию. Вот вопрос у меня связан, есть ли, скажем так, какая-нибудь теория или модель, которая бы как-то описывали, проводила границу. То есть, какие-то теории, разумеется, существуют. Я могу назвать только несколько авторов и сказать, как это технически было сделано. Я упоминал мельком, что есть несколько формулировок квантовой механики, которые математически эквивалентны. Скажем, одна из исходных формулировок основана на так называемом уравнении Шредингера для волновой функции системы. Этот подход очень трудно обобщить на случай открытых систем. Но есть эквивалентная формулировка, которая была предложена Фейнманом. Это формулировка, основанная на представлении о квантовой частице, как о частице, которая одновременно движется по всем возможным траекториям и на некоторой специальной математической процедуре суммирования по всем траекториям. И вот эта техника оказалась очень удобной для обобщения на случай открытых квантовых систем. Первая работа была, такая техническая работа, была написана на Фейнманом и Вернаном в 1963 году, кажется, которые действительно предложили вот этот подход, основанный на фейнмановской технике интегралов по путям, для описания квантовой системы, взаимодействующей, ну, например, с фотонами в полости. С фотонами в полости. Значит, потом эта техника была развита дальше. Одно из главных имен это Тони Легет, лауреат Нобелевской премии, причем не за эти работы, а за совсем другие. Значит, вот то, что я назвал Дикохилинс-программой, обычно связывают с такими именами, как Журик и Цех и ЙОС. Ключевые работы сделаны в середине 80-х годов. Ну и, в общем, я бы сказал, да, это вполне развитая сейчас ветвь теоретической физики. теория открытых квантовых систем. Много результатов получено, но, разумеется, есть и проблемы. Это зависит от того, какое окружение. Если окружение, технически говоря, это бозонное поле, например, фотоны, например, колебания атомов в твердом теле, так называемые фононы, там очень много сделано. Если окружение это спины, например, ядерные спины, а квантовая система это электронные спины, там очень трудно аналитическую теорию сделать, но люди используют численные, численное моделирование. То есть, это, в общем, вполне такая область трудная, но, так сказать, существующая. я бы сказал, лет двадцать, как довольно много народу в ней трудится. Спасибо. Добрый вечер. Сергей Попов. Михаил, вы здорово подвели к тому, что нано-масштаб такой выделен специально. Но есть ощущение, что все примеры, которые показывают, это все примеры, созданные в лаборатории. А вот в природе что-то важное, интересное происходит на нано-масштабе, или мы их только искусственно задаем? В природе очень много интересного происходит на нано-масштабе. Ну, например, эти магнитные молекулы, которые я показывал, ну, сложный вопрос. Я не знаю. Ну, наверное, да. Наверное, все-таки эти системы специальные химики синтезировали. Дайте подумать. Есть, кстати... Сейчас, дайте подумать. Про природные системы сходу не могу сообразить. Есть совершенно другие вещи. Вот, например, которые я не стал упоминать, потому что это совсем на сторону уведет. Например, в некоторых сплавах, в металлических сплавах, существуют неоднородности с нано-масштабом. Ну, так называемые предвыделения, прецепитаты, скажем, сплавы титан-ванади, сплавы титан-железо, частички так называемой термической омегафазы, которые имеют типичные размеры от двух до шести нанометров. Они, по-видимому, существенным образом влияют на электронные свойства этих сплавов. Были работы, это все изучалось лет двадцать назад, но как-то сейчас это направление перестало быть модным, и, ну, довольно давно я уже ничего на эту тему не читал. То есть, наверное, я бы сказал так, что впечатление такое, и спасибо, что вы обратили на это внимание, что природным нано-объектам уделяется совершенно недостаточно внимания. Может быть, действительно, стоит целенаправленно подумать на те системы, о которых просто уже известно, что там наномасштаб существует, и подумать о применении того, что мы знаем про искусственно созданные системы к наносистемам. Во всяком случае, это явно какое-то не главное направление сейчас, и, наверное, это неправильно, что оно не главное. Наверное, действительно, этому надо больше внимания уделять. Черновский, Константин Иванович. Значит, у меня вопрос такой, чисто по физике. Старое, забытое выглядит как новое. Вот интересно узнать ваше мнение. Волна-пилот в свое время было предложено понятие «доброе». Вот на новом уровне рассматривались эти понятия, и такая еще фраза. Ленин говорил, что изучали и читали, что электрон также не исчерпает, как гатор, но и дальше может продолжить и как Вселенная. А Вселенная у нас расширяется и сжимается. И вот когда вся эта картина летит через щели, то вождает. Еще вопрос, простите. Нет, вопрос я понял про то, обсуждается ли сейчас идея волны пилота. Это вопрос об интерпретации квантовой механики. Я упоминал, что для полной исторической простоты все сводится к дискуссии Бора и Эйнштейна, но действительно были другие физики первого ряда, которые тоже высказывались по поводу интерпретации квантовой механики. И Де Бройль был одним из тех, кто тоже отрицал вот эту стандартную копенгагенскую интерпретацию. Я не думаю, что конкретно теория волны пилота, которую предлагал Де Бройль, сейчас серьезно обсуждается, ну просто потому, что она не была им толком сформулирована. Это скорее был лозунг, чем нормальная физическая теория. Значит, но вопрос о полноте или не полноте квантовой механики и о существовании или не существовании так называемых скрытых параметров, то есть о том, можно или нельзя предъявить какую-то детерминистскую теорию, которая давала бы те же результаты, что квантовая механика, он, конечно, до сих пор обсуждается и с моей точки зрения он до сих пор не решен и вплоть до самого недавнего времени появляются работы, в которых пытаются строить детерминистские, если хотите, классические модели квантовых систем, включая и те, которые так называемые нарушения неравенства Белла и так далее. То есть, на мой взгляд, кто был все-таки прав, Бор и Лейнштейн, и возможно ли вот эта более глубокая детерминистская теория, из которой квантовая механика выводилась бы так же, как, например, статистическая физика выводится из классической механики. Этот вопрос открыт, и в этом смысле им надо продолжать заниматься, и люди, несомненно, продолжают им заниматься. Конкретно идеи Дебройля, мне кажется, не были достаточно хорошо продуманы, и как-то они выпали из обсуждения. И я не встречал, чтобы кто-то из физиков, занимающихся сейчас основой квантовой механики, пытался действительно непосредственно продолжать вот эту волну пилота. А Вижье, Бом? Да, конечно. Ну, да. Бом был великий человек, ну, это было достаточно давно. Чего делает Вижье, я не понимаю. Ну, наверное, я и не буду говорить о том, чего я не понимаю. Жанна Пальяна. Вы не могли бы сказать буквально пару слов о технологии и стоимости получения графенового сейчас? Я мог бы, конечно, сказать несколько слов. Я не специалист, но, конечно, общаюсь с экспериментаторами и ездя по конференциям, чего-то наслушался. Значит, все дело в том, чего вам надо. Если вам нужна монослойка хорошего качества, то есть, действительно, один графеновый слой, то это дело дорогое и, так сказать, сложное. Ну, скажем, вот на базе этой группы, которая открыла графен в Манчестере, группой во главе с Андреем Геймом, он, так сказать, часть своих молодых сотрудников разрешил им создать некую компанию, Graphen Industry, которая производит просто вот эти образцы на продажу. У них есть сайт в интернете, можете зайти полюбопытствовать. Но, насколько я помню, чешуйка размером, там, скажем, 10 микрон на 10 микрон и толщиной в один атомный слой стоит что-то 200 или 300 фунтов. Вот. Значит, но, что я хочу сказать. Для многих потенциальных приложений Graphen это все не нужно. Нужно иметь просто что-то достаточно тонкое, прозрачное и прочное. И это совершенно другой разговор. Например, одно из возможных применений Graphen, которое, как я знаю от своих друзей и коллег из Манчестера, уже обсуждается совершенно серьезно, это применение для жидкокристаллических дисплеев и как по-русски ТАЧ-3 называется. Значит, там чего надо? Там надо, чтобы эта штуковина была проводящей, чтобы она была прозрачной, чтобы она была гибкой, обладала хорошими металлическими свойствами. Это, в общем, и без Graphen можно, насколько я знаю, материал, который используется, это смесь самоокислот, Индия и олова. Но Graphen, как минимум, конкурентоспособен. Для такого типа приложений совершенно не важно, будет ли там один слой, или десять слоев, или три слоя. Важно, чтобы не тысяча. И вот такого типа, да, и такого, такого, такого типа продукция, она очень дешевая. И, значит, в одном из недавних выпусков Nature Nanotechnology, была информация от редактора, ну, просто для сведения, что в Соединенных Штатах есть несколько компаний, которые продают Graphen тоннами. Но надо понимать, какой это Graphen. Вот для таких приложений, где не важна именно очень хорошая. Теперь, значит, о методах получения. Ну, вот этот скотч-тейк метод, который был использован в Манчестере, когда, значит, буквально вот с помощью этой липкой ленты вы берете образец, переносите его потом на подложку. Совершенно очевидно, что он не технологичен, его никто и не рассматривал никогда как технологический. Значит, с самого начала, как серьезный способ, рассматривался так называемый эпитоксиальный графен, графен на карбиде кремния, который был предложен Волтом де Хером в Атланте. Значит, это вот что такое. Карбид кремния – это хорошо известный полупроводниковый материал, очень технологический, выжигают поверхностный слой, при этом весь кремния улетучивается, а углерод перестраивается во что-то вроде графена. Проблема была в том, что получавшийся таким образом графен был очень низкого качества, ну и некоторые основные свойства графена, там, аномальный холл-эффект и так далее, невозможно было наблюдать. Вот буквально в прошлом году или в этом, они объявили, что технологию существенно улучшили и что впервые удалось наблюдать вот этот аномальный полуцево-численный квантовый эффект Холл на эпитоксиальном графене. Значит, это серьезно. Другой метод, который, значит, люди используют, это рост графена на поверхности металлов. Некоторые металлы, никель, медь, иридий, рутений, там очень хорошие, так сказать, соответствия межатомных расстояний у металла и у графена, и углеродный монослой замечательно на них растет. То есть идея в том, чтобы вырастить монослой, потом растворить подложку и использовать. Значит, я показывал даже один из слайдов, совсем недавно была работа корейской группы, они объявили, что они на меди вырастили графен 15-дюймовый. При этом он где-то однослойный, где-то двухслойный, где-то трехслойный. На монокристалле никеля можно вырастить очень хороший монослой. Но, опять же, представьте себе, как это будет выглядеть с точки зрения технологии. Вырастить монокристалл никеля это уже само по себе дорогое и сложное удовольствие. Потом вы на нем получаете пленку, потом вы просто это все растворяете. То есть, на мой взгляд, проблема получения, проблема именно массового и индустриального производства высокосовершенных, так сказать, образцов графена, она далека от разрешения. А если вам нужно что-нибудь попроще, просто там, скажем, для использования высокой теплопроводности или для использования в тачскринах, то я бы сказал, эта проблема решена и существующие методы вполне уже позволяют получать достаточно дешевый графен, который может использовать и производиться. Пожалуйста. Просьба ко всем быть максимально локаличны. Время степени. Леонид Чернозатовский. Во-первых, благодарен очень за интересный доклад. Второе замечание по поводу применения. Действительно, сейчас, если вы графен допируете, то это широкое использование одного всего листа для создания интегральных схем для электроники. Ну и и спиноктроники тоже самое, потому что можно делать вот на тех, которые вы говорили, дефекты. Это и спины можно их как-то организовывать на поверхности. Основной вопрос все-таки. Какие, вы думаете, примеры все-таки квантовых, квантово-электродинамические, которые сейчас можно будет наблюдать, кроме эффекта клеения? Вот, что вы про это думаете? И, второй, про квантовый эффект Холла. То есть, насколько это вот, ну, я не знаю, перспективно или... С вашей точки зрения. Спасибо. Что касается электродинамических эффектов, ну, например, работа моя с Леней Левитовым и Андреем Шитовым, мы предсказали некий аналог эффекта, который обсуждался в квантовой электродинамике, пробой вакуума около сверхкритических зарядов. Известно, что атомные ядра с зарядом больше 170, ну, существовать в каком-то смысле как нормальные объекты не могут, потому что вокруг них, около них, электрическое поле настолько сильное, что начинается рождение из вакуума электронно-дырочных пар. Ну, вот только что сообщили, что открыли элемент номер 117 до 170, это еще достаточно далеко, поэтому этот эффект, который, значит, был предсказан в Советском Союзе много лет назад, Померанчук, Смородинский, Зеленович, другие, в ядерной физике, насколько я понимаю, очень далеко еще до того, чтобы его наблюдают. Графен действительно похож на ультравилитивистые системы, но то, что в графене играет роль скорости света в 300 раз меньше, и из-за этого эффективное взаимодействие с электромагнитным полем оказывается больше. Мы предсказали некий аналог этого эффекта, который, в принципе, можно наблюдать с помощью сканирующей тунельной микроскопии вокруг обычных двух-трех валентных примесей на графене. Экспериментов до сих пор экспериментальных данных нет, но я знаю несколько групп, которые над этим работают. Я бы ожидал, что это будет следующий эффект после Кляйна. Максим Борисов, вот у меня такой вопрос. Среди специалистов, занимающихся графеном, известен ли такой изобретатель Виктор Петрий, и как принято относиться к его деятельности? Спасибо вам. Ну, я читал, так сказать, в средствах массовой информации. Видите, я думаю, что меня сюда позвали, потому что у меня есть некий специфический научный опыт, занятия физикой, графеной и так далее, и я могу что-то новое рассказать. Но, наверное, будет неправильно, если я буду высказывать свое мнение по поводу того, что прочитал в тех же самых средствах массовой информации, которые и вы все читали. Ну, разумеется, ни на каких научных конференциях и так далее, это ничего не обсуждается, и никто об этом не слышал. Спасибо. Вы говорили о графине... Представьте, пожалуйста. Олег Градов, Георихиран. Вы говорили о графине как о модели мембран. Известно, что с позиции супрамолекулярной химии мембраны являются супрамолекулярными ассоциатами, образующимися в процессе реакции самозвота. Какова роль квантовых эффектов? Собственно, в самоорганизации нано-системы, ведь они, как в этой системе, подчиняются приборским принципам, и какова роль их возникновения в этих системах? Честно говоря, я не знаю о роли квантовых эффектов самосборки больших мембран. Я очень сомневаюсь, просто потому что, если речь идет о температурах порядка комнатной и, так сказать, молекул размером в десятки межатомных расстояний, я очень сомневаюсь, что какие-то квантовые эффекты могут выжить в этой ситуации. Теория самоорганизации, самосборки мембран – это интереснейшая наука. В моей группе тоже мы этим занимаемся, контактируем с химиками-экспериментаторами. Но это чистая феноменология. Никаких микроскопических моделей, которые могли бы там быть полезны, я не знаю. Все работы, которые я видел, либо это самые-самые общие феноменологические модели в духе общих функционалов Ландау, либо просто, если угодно, тупое компьютерное моделирование ворох картинок. На мой взгляд, эта теория в целом находится в совершенно неудовлетворительном состоянии, и надо еще очень много работать, чтобы привести ее в нормальный вид. Но я сомневаюсь, что квантовые эффекты могли бы там играть какую-то роль. Простите, что закрыли? Ну, мембраты как объект нано-биологии. Да, липидные мембраты. Сделаны из довольно маленьких липидов. В каком смысле закрыли? Ну, в том смысле, что в них нет квантовых эффект. Нет, их не должно быть тепло, так сказать. Возвращаемся к самым началом лекции, к сахарозе. Кто за сахарозой смотрит? Она еще меньше. Кто за нее смотрит, превращает ее в открытую систему, мешает ей, так сказать, соблюдать свою хиральность. То есть сахароза тоже она будет не квантовый объект. Ну, еще мельче пошли, возьмем молекулу спирта. Ну, она не хиральная, но еще поменьше, еще ближе к нано-масштабу. Мы когда-нибудь дойдем, так сказать, до нано-масштабов биологии? Или бог с ним не надо, так сказать, забыть? Ну, значит, про биологию все-таки мне, правда, не хотелось бы говорить. Ну, зачем я буду? Ну, не занимался я этим, не знаю. Мое мнение о ценности не имеет. Что касается сахарозы. Значит, на самом деле для меньших, для меньших молекул это явление прекрасно известно. Это явление, на котором основана работа аммиачного мазера, с которого началась квантовая электроника. Молекула аммиака прекрасно выворачивается наизнанку. Есть вот это инверсное расщепление, на котором работает аммиачный мазер. И там, в общем, квантовые эффекты вовсю проявляются. Сахароза, да. Сахароза уже слишком большая. Вероятность туннелирования между состояниями между левой и правой формой экспоненциально зависит от размеров. И там уже даже совершенно ничтожные внешние воздействия будут все квантовые эффекты, значит, разрушать. Важно подчеркнуть, что в нашей Вселенной полностью изолированных квантовых систем не бывает. Вот в одной из этих основополагающих работ Йоса и Цеха, которую я упомянул, там решалась такая задача. Являются ли квантовыми частички пыли в межгалактическом пространстве? Ответ нет. По размерам там десятки межатомных расстояний я очень сомневаюсь, что какие-то квантовые эффекты могут выжить в этой ситуации. Значит, теория вообще самоорганизации, самосборки мембран, это интереснейшая наука. В моей группе тоже мы этим занимаемся, контактируем с химиками-экспериментаторами. Но это чистая феноменология. Никаких микроскопических моделей, которые могли бы там быть полезны, я не знаю. Все работы, которые я видел, либо это самые-самые общие феноменологические модели в духе общих каких-то там функционалов Ландау, либо просто, если угодно, тупое компьютерное моделирование ворох картинок. На мой взгляд, эта теория в целом находится в совершенно удовлетворительном состоянии, и надо еще очень много работать, чтобы привести ее в нормальный вид. Но я сомневаюсь, что квантовые эффекты могли в этом играть какую-то роль. Спасибо. Платонов Александр, федеральная служба благополучия человека. Значит, мембраны вы уже закрыли. Такая довольно маленькая, на самом деле, физика. Вы что закрыли? Ну, мембраны как от нано-биологии. Либидные мембраны. Сделаны из довольно маленьких элементов. В каком смысле закрыли? Ну, в том смысле, в том смысле, что у них нет квантовской эффектности. Нет, не должно быть тепло, так сказать. Возвращаемся к самому началу лекции, к сахарозе. Кто за сахарозой не смотрит? Она еще меньше. Кто за нее смотрит, превращает ее в открытую систему, умышает ее, так сказать, соблюдая свою геральность. То есть, сахароз тоже надо будет идти к вам в грабье. Ну, еще мельче пошли. Войдем. Олег Кузберта. Ну, она геральна, но еще поменьше, еще ближе к нано-масштабу. Мы когда-нибудь дойдем, так сказать, до нано-масштаба биологии. Или, если бог с ним, не надо, так сказать, забыть. Ну, значит, про биологию все-таки мне, правда, не хотелось бы говорить. Ну, зачем я буду? Ну, не занимался я этим, не знаю. Кто сахароз? Мое мнение о ценности не имеет. Что касается сахарозы. Значит, на самом деле для меньших молекул это явление прекрасно известно. Это явление, на котором основана работа аммиачного мазера, с которого началась квантовая электроника. Молекула аммиака прекрасно выворачивается наизнанку. Есть вот это инверсное расщепление, на котором работает аммиачный мазер. И там, в общем, квантовые эффекты во все проявляются. Сахароза, да. Сахароза уже слишком большая. Вероятность туннелирования между состояниями, между левой и правой формой, она экспоненциально зависит от размеров. И там уже даже совершенно ничтожные внешние воздействия будут все квантовые эффекты, значит, разрушать. Важно подчеркнуть, что в нашей Вселенной полностью изолированных квантовых систем не бывает. Вот в одной из этих основополагающих работ ЙОСа и Цеха, которую я упомянул, там решалась такая задача. Являются ли квантовыми частички пыли в межгалактическом пространстве? Ответ нет. Они дегагироваются за счет взаимодействия с фотонами микроволнового или электрового излучения. заполняющими всю Вселенную. Если размеры частички порядка микронов, уже этого достаточно для того, чтобы все квантовые эффекты убить. А от этого фона не избавиться в этой Вселенной вообще никак. – Спасибо большое. – Исчезнувшие измерения пространство времени. Если мы работаем с вероятностями, то как быть с исключением событий, о которых происходит частотая вероятность, мы, говоря, уникальными. Они для исключения могут быть в процессе, в том числе и эволюции, и глубину нашей биологии. Но это так. Я правильно понимаю последнее, что, может быть, причина не индивидуальности в принципе математика Хинчана о том, что с некоторыми системами описание общего не связано никак с описанием коллективных элементов. Что касается языка… Спасибо вам большое. Я не очень много понял. Наверное, это не очень интересно. Я не знал про оры и язык. Но теорема преволюции – все то же самое, в точности применимо. А что касается Чубайса… Дальше я прошу, не включая стенограмму, но как человек, который заметил потом в бюджете, есть ли от нас с тех пор, я с Чубайсом очень много боюсь. В общем, очень много наших проблем, в том числе я хочу, что мы сейчас обшел к антифизику, как в Великобритании. Теперь еще видите, но у тебя все вопросы. Спасибо. Мне хотелось бы комментировать то, в чем я не специалист. Вопрос по Хинчану. Я и поэтому не специалист, я не специалист по теории вероятности. Вообще про интерпретацию франтовой механики я публично говорить не готов. Я этим занимался, у меня есть работы, но никакого, кстати, окончательного мнения, которое я готов публично защищать, пока нет. Сложный вопрос. И самый-самый последний вопрос, мы перебрали время. Да, 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 да. У Вас, Петр, скажите, пожалуйста, есть какие-то статьи на русском языке по графине? Первый вопрос. Второй, наше сверху один из графиния Хулиена. На русском языке, насколько я помню, Сергей Морозов, один из авторов открытия графена, он работает в Черноголовке, он делал доклад на общем собрании отделения физики и астрономии, и этот доклад опубликован в «Успехах физических наук». Но он, конечно, очень коротенький, и основная вся температура, к сожалению, идет все-таки по-английски. Значит, что касается сверхпроводимости, значит, есть такая тема, которая довольно часто обсуждается, это сверхпроводимость графита интерполированного щелочными, щелочными металлами, например, кальций-6 углерод и терби-6 углерод. Это обсуждается. Там температура сверхпроводящего перехода не очень высокая, то есть какого-то особого прикладного значения это иметь не может, но механизм там непонятен, и об этом говорят. Про сверхпроводимости нанотрубки что-то вообще ничего в голову не приходит. Ну, сверхпроводимость пульенов, это все хорошо знают, что если кубическую фазу пульенов тапировать щелочными металлами, то там достигается температура перехода порядка 40 кельвинов. Насколько понимаю, в общем и целом эта задача считается решенной, ну и, по крайней мере, есть какое-то мнение сообществ, что обычно в информационном механизме там все объясняют. Сейчас как-то этим меньше с этим занимаются. Спасибо большое, Николай Ильич.